Для кого-то прошедшие праздники оказались окрашенными не в самые радужные тона. Сводки госавтоинспекции, полиции и МЧС за праздничную неделю пополнялись различными происшествиями. С главных происшествий минувших выходных начнем сегодняшний выпуск программы «Вызов принят». Здравствуйте! 139 преступлений, 77 из которых совершены в областном центре, зарегистрировали полицейские с 31 декабря прошлого года по 8 января наступившего. Среди них три факта причинения тяжкого вреда здоровью, 12 грабежей, 23 кражи и 9 фактов пресечения незаконного оборота наркотических средств. На улицах Рязани сотрудниками полиции задержано 145 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. За совершение мелкого хулиганства задержано 69 нарушителей. Больше 2000 сотрудников полиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность граждан во время празднования Нового года и Рождества Христова. Кроме полицейских, службу по охране общественного порядка несли и сотрудники в гражданской форме одежды. Народные дружинники, сотрудники частных охранных предприятий и представители казачества. В ходе праздничных мероприятий, прошедших в городах и населенных пунктах Рязанской области, в ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь с 6 на 7 января, а также в рамках других массовых мероприятий, серьезных нарушений общественного порядка допущено не было. Не до выходных было и сотрудникам пожарной службы. Опасность возгораний в праздничные дни увеличивается. Многие для создания атмосферы используют бенгальские свечи, гирлянды, фейерверки, поэтому спасатели находились в постоянной боевой готовности. К тому же ударили морозы и в квартирах и домах включались дополнительные приборы отопления, которые тоже порой являются причинами неприятностей. С 31 декабря по 8 января пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 18 пожаров. В результате пожаров огнем и уничтожено повреждено 13 строений и 3 единицы техники. 2 января во время пожара в стражевом помещении на улице Куйбышевской шоссе города Рязани погиб человек, личность которого устанавливается. Еще один пожар потушили на улице Кутузова. 5 января на пожаре в жилом доме на улице Кутузова города Рязани мужчина 1983 года рождения с ожогами верхней конечностей и голени и женщина 1986 года рождения с ожогами кистей рук доставлены в областную клиническую больницу. Сложные погодные условия, резкие перепады температур, скользкая дорога – все эти факторы традиционно повышают опасность дорожного движения. А в празднике нередки случаи ДТП, произошедших по вине пьяных водителей. Последний выходной день нетрезвая девушка на Мерседесе устроила такую аварию на улице Дзержинского. 8 января около 17 часов на пересечении улиц Высоковольтная с улицы Весенняя женщина, управляя автомобилем Мерседес, совершила наезд на запрещающий сигнал светофора автомобиль Санть Йонг. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что женщина управляла автомобилем в нетрезвом виде. При освидетельствии алкотестер показал 1,01 млт алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Не обошлось и без происшествий с пешеходами. На московской трассе в районе Рыбного авторюбитель насмерть сбил пожилую женщину. Житель города Рязани, управляя автомобилем «Шкода», совершил наезд на переходящую по предварительной информации вне пешеходного перехода женщину, которая от полученных травм скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Двумя смертями обернулось столкновение в Шацком районе. Муж и жена скончались на месте. Их 7-летний ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. 8 января примерно в 5.35 на 344-м километре дороги федерального значения Москва-Челебенск, проходящей по территории Шацкого района, жительницы Московской области, управляя автомобилем «Митсубиши» «Паджеро», двигаясь в сторону города Москвы, по предварительной информации, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фор». Такой была обратная сторона праздничных выходных. Надеемся, что наших телезрителей подобные случаи никак не коснулись. Одной из самых обсуждаемых вестей минувшего года стала весть о создании новой структуры Нацгвардии. Военная организация, объединившая ОМОН, СОБР, вневедомственную охрану, теперь функционирует в каждом регионе, в частности и в Рязанской области. К настоящему времени завершен первый этап формирования отдела Росгвардии по Рязанской области. В состав отдела вошли подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Указанные подразделения в полном объеме приступили к выполнению возложенных на них задач и функций. В результате проведенной работы по переводу сотрудников и работников из МВД России удалось сохранить качественный и профессиональный состав подразделений, вошедших в территориальный отдел. Отмечу, что сотрудники отдела Росгвардии по Рязанской области проходят обучение и постоянно повышают свою квалификацию. На сегодняшний день полностью готовы выполнять задачи, поставленные президентом Российской Федерации, директором Росгвардии Российской Федерации, командующим Центрального округа Росгвардии Российской Федерации. Одной из основных задач отдела является участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, которая выполняется качественно и в полном объеме. Служба дневностной охраны продолжает работу по охране имущества граждан и организаций на договорной основе. В настоящее время под охраной находятся 3417 объектов. С начала года не зафиксировано ни одной попытки краш сохраняемых объектов. Подразделения лицензионно-решительные работы осуществляют контроль за оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельностью. Что касается подразделений ОМОН и СОБР, их сотрудники выполняют задачи по оперативному сопровождению, силовому прикрытию оперативно-розыскных и иных спецмероприятий, а также участие в охране общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичных и массовых мероприятий. Эти подразделения постоянно находятся в состоянии боевой готовности к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств и к выполнению повседневных оперативно-служебных задач. За прошедший период 2016 года подразделения ОМОН и СОБР участвовали в проведении 270 спецопераций, в ходе которых было задержано 230 правонарушителей. Найдено и обезврежено 9 взрывных устройств. С 1 декабря 2016 года по 31 августа 2017 года начался второй этап формирования войск Национальной гвардии. В это время подразделение будет нацелено на выполнение концепции развития Росгвардии, совершенство нормативно-правовой базы, оптимизация организационно-штатных структур и отдела. Третий завершающий этап начнется 1 сентября будущего года и продолжится до 31 января 2018 года, который поставит окончательную точку – становление отдела. День работника прокуратуры РФ отмечается с 1996 года по указу президента РФ номер 1329 от 29 декабря 1995 года. Об установлении дня работника прокуратуры РФ. 12 января 1722 года указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. В указе буквально значилось – надлежит быть при Сенате к генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору. Также в указе устанавливались основные обязанности и полномочия генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководством подчиненными органами прокуратуры. Через несколько дней при надворных судах также были введены должности прокуроров. Так в истории России был основан и стал стремительно развиваться институт прокуратуры. Одной из выдающихся фигур которой стал Павел Иванович Ягужинский. 18 января 1722 года Ягужинский был назначен первым генерал-прокурором Сената и очень быстро стал играть одну из ключевых ролей в делах российского государства. Говорили даже, что он стал вторым лицом в государстве после Петра I. Принимая во внимание выдающееся личное качество Ягужинского, влиятельность первого генерал-прокурора также свидетельствует о том, насколько важной для России была деятельность прокуратуры. Отдел по надзору за соблюдением прав и свобод граждан выполняет очень широкий спектр функций. Потому что к правам и свободам, которые ежедневно нарушаются, относятся самые разнообразные сферы человеческой жизнедеятельности. Подчиненный мне отдел по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Управления прокуратуры Рязанской области осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод граждан. Спектр этого надзора очень широк. Это соблюдение трудовых прав граждан, законодательство о защите прав инвалидов и престарелых, законодательство в сфере здравоохранения, миграции, жилищная и тому подобное законодательство, поскольку права граждан – это очень широкий спектр законодательства. При этом невидимая первоначальная, но очень важная работа прокуратуры гарант того, что права и свободы, провозглашенные Конституцией Российской Федерации, будут соблюдены, а в случае их нарушения – восстановлены и нарушители наказаны. В основном это трудовые права граждан. В прошедшем году органами прокуратуры в указанной сфере, скажем, пресечено более 10 тысяч нарушений. Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность на сумму более 90 миллионов рублей. Это именно заработные платы? Именно заработные платы. Ну, кроме того, по мерам прокурорского реагирования также были защищены права инвалидов, в том числе на безбарьерную среду, доступность к объектам социальной, транспортной и инфраструктуры. В сфере здравоохранения в настоящее время распространенным является нарушение. Здесь также пресекались нарушения, связанные с необеспечением граждан и лекарственными средствами, ненадлежащим оказанию медицинской помощи. Ольга Александровна пришла в свою профессию 17 лет назад. И с тех пор ни разу, несмотря на отсутствие выходных и праздников, ненормированный рабочий день не пожалела о своем выборе. В особенности уверенность укрепляется тогда, когда виден результат. Реальная помощь обиженным и обездоленным людям. Восстановление законной справедливости. Ну, конечно, это те моменты, их, наверное, немало. И я не буду какие-то конкретные примеры приводить, когда все-таки мы помогали гражданам. Тот момент, когда ты чувствуешь, что то, что ты сделал, это кому-то нужно. В последние годы доверие граждан растет, и об этом свидетельствует увеличение количества обращений. Прежде всего, я считаю, это любить свою профессию. Ну и стараюсь помогать, конечно, разобраться в нюансах законодательства, понять какие-то предметы там и правильно разрешить ту или иную ситуацию. О своей работе Ольга Александровна говорит скромно. Она предпочитает слову, дело, впрочем, как любой мастер любого ремесла. Однако ее кропотливый труд, как и труд всех ее коллег, залог порядка в обществе. Доверие к прокуратуре выросло среди населения, особенно в последние годы. И теперь сюда спешат обратиться практически по любому вопросу из любой области, если больше нигде не могут добиться правды. В череде январских праздников я желаю своим коллегам сохранять в душе новогоднее настроение, рождественские мечты. Всем семьям прокурорских работников я желаю здоровья, благополучия и большого человеческого счастья. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства. Прокуратура Российской Федерации осуществляет деятельность на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона о прокуратуре РФ, Гражданского процессуального кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Уголовного кодекса Российской Федерации. В свой же профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе ведомственные награды и ценные подарки. В 2007 году президент России Владимир Путин в своем письме в Генпрокуратуру России, приуроченном к 285-летию этого ведомства, написал следующее. Ваше ведомство является надежной опорой государства, твердо отстаивает принципы законности и правопорядка. Лучших представителей прокурорского корпуса всегда отличали высокая компетентность, верность служебному долгу и личная порядочность. Важно, что нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хранит и приумножает профессиональные традиции. От вас, вашей настойчивости и последовательности во многом зависит защита законных прав и интересов граждан страны, единство российской государственности, эффективность борьбы с преступностью и коррупцией. Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Российской Федерации определяется федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации. Прокуратура является государственной военизированной организацией. В прокуратуре России предусмотрена федеральная, военная, правоохранительная и гражданская государственная служба. Прокуратура должна осуществлять свои полномочия независимо от органов государственной, законодательной, исполнительной и судебной власти. Не относится ни к одной из ветвей власти. С вами была программа «Вызов принят» и Марина Комиссарова. Всего доброго!